Всем привет! С вами снова Придонка. Каждый раз вот так вот я сейчас что-нибудь расскажу, то есть уже вроде как план заготовил, что-нибудь там, задвинул какую-нибудь там тему интересную, хопа, забыл. Я себя напоминаю того и зайца из анекдота. Его отправили в магазинчик за спиртным, он пока бежал, споткнулся носом, ткнулся, забыл, так и я, ехал, ехал, хопа, забыл, хопа, забыл. Всякие тетеньки ходят. У нас еще тепло, сентябрь еще не кончился, но уже почти. Заказывала там в магазинчике, где работает маленькая тетенька, она там торгует всякими сладостями, там туда-сюда заказал, мне там понравились, там такие балабасы интересные, на кокосовом креме, ну вроде заказали, сейчас приезжал, облома нету, не привезли, точнее привезли, но не того. Скрипнул, про себя так потихой, ну и думаю, ладно, что делать. Кто хоть там сигналит, и кому хоть сигналит. Кстати говоря, я заметил, по городу столько учителей, ой, все учат. Так, не езди, сюда не езди, это вообще, это какая-то дичь. Вот в этой ситуации сейчас, видите, пошел мужик, типа я должен, мол, по идее, значит, перед ним расшаркаться, там величком дорожку разместить, чтобы он прошел. Я не знаю, по каким понятиям так. Сейчас, если был бы горишник, сейчас меня грозил бы пальцем. Ткал бы носом, типа ты там туда-сюда, ну и что, ну и что. Ой. Ну, я, собственно, хотел задвинуть, там, пару слов за бензин, который, ну, кто-то говорит за бензин, кто-то говорит про бензин, ну, еще бензин. Качество которого просто совершенно фуфлужное бывает. Я как-то пробовал, заливал соды бензин в ПС. Вот, и что-то там, ну, вообще, нагревается, ехать перестает. То есть, о том речь, что, если бензин, значит, не позволяет ехать мотору, то это не бензин, опа, вот эта красота, конечно. Может быть, видели, многие из вас, когда такие вот машины катаются, да, подъезжают на всяких стоянках, где Ашана, туда-сюда, и там, типа, маленькие лежачие полицейские. И вот, чтобы их переехать, вот такие машины, они... Слышали сейчас, пацаны? Шлихоль тоже, какие-то дураки на них ездят на таких машинах. Конечно, чтобы переехать, маленькие лежачие полицейские, двое бегают, подставляют под колеса всякие подкладки, там, это вообще дичь. Вот ради чего все это вот такое? Угораю. Короче, про бензин. Бывает просто такое, нелепое качество бензина, просто дикое, ну, пуплыжное, что, ну, я не знаю, этот бензин еще бросит денег каких-то, сейчас же цены в бензин повысились, здорово, повышаются. И как быть с этим, я не знаю. У нас все для людей, якобы, все для потребителя, на самом деле. Ну, вы все знаете, я вам политику долгать не буду. Так вот, по поводу бензина. Если я заливаю вот этот бензин, допустим, какой-то там, 92-й, да, значит, когда мотор холодный, неважно, мопед, мотоцикл, речь идет вот об этих 2Т моторах, то холодный, значит, когда мотор прекрасно едет, нагревается, ехать перестает. Вот, значит, надо, я очень далеко залезать в историю не буду эту, просто напомню, что нужно считать сквиш, так называемый. Все эти понятия почитайте о сквишах в интернете, чтобы я тут очередную лекцию не задвигал. И почитайте, какая у вас должна быть степень сжатия геометрическая. Она у вас должна быть указана в мануале, допустим, у этого мопеда своя степень сжатия. Вот, у этих самых УПСов, там, насколько я помню, 9,2 или 9,3, то есть максимум. Можно сделать и больше, только, как я сказал, мотор начнет уставать, то есть нагревается, его начинают тащить за жопу, он просто не едет. И считается степень сжатия под определенный бензин. Ну, допустим, что касается ИШПС, тот, который япончик, у него раньше был бензин 93, ну, причем, скорее всего, настоящий, не сильно бодяженный. Ну, то есть, я думаю, что в лучшем случае он был какой-нибудь 90. А сейчас бензины такие, что, допустим, у нас сейчас 92, самый распространенный. Ну, я тут много смотрел всяких обзоров, едут людишки, хитрые, ну, люди, людишки-то, это я загнул. Ну, хитрые люди едут, у них есть эти определители органового числа, и они дюхают, допустим, 92, какой-нибудь там, чуть ли не 80, 95, он там, дай бог, чтобы он там был там 87 какой-нибудь там. Так вот, если вы собираете мотор стандартно, как вам указал завод, то есть, у вас стандартный поршень, стандартный, ну, тот же ИШПС, если мы к нему привязаны сильно, мы его любим. Если все заводское, прокладка, как положено под цилиндр, прокладки под головку, то есть, у вас, в принципе, все нормально, вам ничего делать не надо. Вам нужно просто лить то бензин, то масло, которое вам предписал завод в тех количествах масла. Ну, если у вас, допустим, вы купили поршень у Кента, то, возможно, у него, ну, бывало такое, что у него головка поршня больше выпирает, и степень сжатия получается больше. И это кончается тем, что вы едете на этом моторе, хорошо едете, а потом раз, нагревается ехать, перестал и едет, но он просто, он едет, но не едет. И вот, его взяли за попу, за мягкое, за неудобное место, и он ехать просто перестал. Вовод какой? Это можно лечить двумя способами. Либо вы догоняете, значит, степень сжатия делаете правильно, не забывая про всякие сквиши, о которых вы должны почитать. Ну, или просто делаете, как завод приписал. Вот, либо тема вторая, вы начинаете играться с бензином. Вы, допустим, лили там 92-й, который якобы совсем не 92-й, либо вы просто начинаете лить 95-й, либо его производные какие-нибудь там, вот у нас, допустим, есть в Орле 95-й пульсар, так называемый, в чем отличие, не знаю. Ну, или просто сотый бензин льете, его тоже желательно проверить. И вот, допустим, если вы ехали-ехали, у вас мотор устал, да, на 92-м, вы прям вот тут вы едете, покупаете сотого бензина. Если бензин реально сотый, как обещает производитель, то вообще мотор, ну, по идее, может перестать уставать. И вы просто тут польете и дальше сотый, как и лилия. То есть, и вам хорошо. Если вы едете немного, и бензин у вас расходы не сильно падает. Ну, бывает, вы даже налили сотого, а особо ничего, ну, стало чуть получше. Ну, все равно мало, значит, надо головку разжимать. И получается, что мотор, который у вас сейчас, он сильно пережат. То есть, слишком высокая степень. И бензин, октановое число маленькое. И происходит детонация туда-сюда, и мотор просто, ну, не едет. То есть, поначалу понесся, нагрелся, остыл, и все. И после ехать перестал. Вот такие дела. Я не знаю, может быть, кто-то что-то не понял. Я, может быть, что-то путанно рассказываю, там, со всеми лишними, там, этими, межзаметиями, там, лишними словами. Ну, как смог, так рассказал. В интернете много всяких видео, как эти, считают головки, объемы. Есть специальные формулы. Они позволяют вычитывать то, что вам нужно. Самодел, он прям показывает у него длинное видео, как он там прокладки подкладывает, как он с помощью баяна наливает жижки масла. Вот. Все там просто пошагово показано. Ну, и еще кое-кто там показывал, я уж не помню, кто. То есть, вообще, этим надо заниматься, когда у вас непонятная прошневая. Вы, допустим, тюнингер, вы там заведили какой-то прошневой, у вас, вот, в случае, как здесь. У меня сейчас стоит поршень на 44, а родной поршень 39. То есть, вы понимаете, какая разница, да? Если я ставлю обычную родную головку, никаких, не предпринимаю, ну, то есть, не подкладывая под цилиндр снизу, не поднимаю, то есть, камеру сгорания не увеличиваю, то получится, что, как я говорил, поехал-поехал, а он раз у вас ехать перестал при нагреве. Я просто вот его за жопу тянут, и едет, работает, ну, так нагревается дико. Вот, я вот, допустим, здесь, когда мотор этот запускал в дело, у меня были головки от диаметра поршня, короче, с большим объемом, намного большим. Не тот, который родной. Ставлю, я там примерно посчитал, прикинул, вот. И, в принципе, все хорошо, вот я езжу, ну, как он ездил и ездит, сейчас вы видите, он еще даже, я вот один раз поменял на нем поршневые кольца, ну, вот он даже и сейчас стрелку закладывает до упора, ну, это где-то, там, в районе 80 километров, то есть, вот, в пластик упирается, еще разгоняется. Ну, я уже, честно говоря, очкую, у него тормоза стоят не дисковые здесь, обычные, барабанные, и очкую на всю вонючку ездить, подцикиваю. Вот, а посему, скажем так, стараюсь ездить не на все деньги. Так что, про усталость мотора, про тюнинг, многие знают об этом, многие знают, но, допустим, когда касается мотора, ехать перестал, они прям начинают лезть куда? Они прям начинают лезть в глушитель, типа, забился, не едет, забился. Такое тоже бывает, базара нет. Они начинают снимать родные фильтры бокса и ставят эти, так называемые, нулевики. Хорошая штука. Ну, одно маленькое, нулевик-то, он хорош с чем, что он, вроде, там, позволяет, там, какое-то дело тюнинг. Но, и тут же появляется один минус. Мне он, скажем так, сильно не импонирует, я не люблю, когда мотор орет, как сумасшедший. У меня стоит стандартный глушитель на этом мопеде и стандартный фильтр бокс. Только, чтобы слегка увеличить производительность фильтра, рестриктор, который на впуске стоит, то есть калибрует количество воздуха, которое заходит в двигатель, я его вытащил и проковырял еще одно отверстие рядом, потому что, ну, он, в принципе, уже было проковырено, чтобы хватало двигателя воздуха. То есть, если оставить одну рестриктор, то с большим диаметром поршня воздуха двигателя мало, не хватает ему. И чтобы это как-то компенсировать, приходится отверстие увеличивать. В данном случае рестриктор. А слово «рестрикция» или «урезание», мы рестриктор вытаскиваем. Опа! Ну, что-то, только налево, черт возьми. Съездил в магазин. Рестриктор, короче, вытаскиваем. Если даже этого не хватает, то сверливаем рядом отверстие или просто оттрылку расковыриваем. Ну, это уже отдельная история. Делает свои дела, кто как хочет. Ну, и бывает, попадаются всякие дикие поршневые, уж если там протюнин говорить, там, молоси, какие-нибудь там, я не знаю, МХР, ну и их много-много разных всяких. ДР там и... Что-то я очень широко охватил тему, слишком широко, она что-то, тема такая, она безбрежная. Тюнинг. Я очень люблю, допустим, вот даже на Хорнете, когда ездил, я мог... Несколько раз мне предлагали, даже отдавали так всякие глушители, предлагали, забери себе. Или там за 3 копейки, хрубл, я только, ну, чуть-чуть давай денег и все, и забирай. Можно было поставить всякие там Ешимура, ну и всякие Акроповичи на Хорнет. Но, мне очень сильно устраивал двигатель, который стандартный, и стандартный ЖЭК, ему глушитель. То есть, он работал тихо, мягко. Потому что те, которые тюнинг, они, ну, шумят. Кто-то показывает, смотрите, еду я, и со словами, вот я, вот я, превращаюсь в воробья. Вдувает по городу просто со страшной силой. Кстати, мне тут, мой тут, Калифан, я, правда, не часто общаюсь. По-моему, город называется, то ли Оленигорск, то ли как-то так, то ли Манчегорск. Он сейчас ездит на Ямахе, ХЖР, по-моему, 1300 кубов. Прислал вчера видео и фотографии его, кореш, разбился, заехал в корму у Газеля, дался со страшной силой, короче. И там мотоцикл горит, вот, у пилота ноги горят, видимо, что покойник. Человек разбился на каком-то мотоцикле. Типа, старичок, типа, спрашивают меня, старичок, как ты сам? Я, да вот, я двигаюсь, не спешал, как видите, сами. Еду там, дрыгаюсь. То есть, вот, ко всем этим гонкам, ко всему тюнингу и всему остальному у меня тут свои отношения, свои там эти тараканы. И когда дело доходит до, допустим, что-то там крутить, вертеть, заряжать, это одна история. Меня чисто интересуют такие вот утилитарные пока движения. Даже тот ИШПС, который у меня есть, я его не стараюсь из него делать что-то, потому что с ним что-либо делать, смысла нет никакого. Это всего лишь ИШПС, он поднят из могилы. Он умер уже, ну, представляете, мотоцикл, ну, пусть будет там, 82 года, представляете, сколько лет ему? Он давно уже умер, от него уже валяются рамы, какие-то картера, я его собрал в кучу, заставил работать. От него уже венками тянет, ему уже на кладбище, вот я еду, у него кладбище, допустим, он прогул ставит, да и мне тоже. А он едет. Я к тому, что заряжать ПС, ну, максимум, что я могу себе позволить, просто позволяет мне, мои кривые руки и состояние души, я могу только в него запихать поршень на 82. Огородить у него какие-то лепестки, ну, не имеет смысла, по той простой причине, что продовку у ПСа невозможно сделать ее более серьезной, из-за того, что конструкция мотора, а именно ширина расстановки шпилек, которые притягивают цилиндры, она слишком мала. И вот эта продувочная горловина, я так ее назову, вот эти боковые каналы продувочные, они по своей ширине едва ли не такие же, как у совы, или как она там, сова 200 кубов этот. Ну, это просто дичь. Сами понимаете, смысла нет. Тут и тут эти лепестковые клапаны огородят вся вот эта история, ну, пусть делают, что хотят. У меня твердое мнение, что это все ни к чему. Ладно, ребята, я так уже понаговорил, и не по теме, и не по делу. Кому-то, может, моя болтовня поможет, кому-то нет. Вот, и еще, значит, прежде чем я заключу, закончу видео свое. Должно быть еще, помимо бензина и всяких степеней сжатий, всяких сквишей, еще должна быть такая тема, правильно, это правильные свечи. На все они 23-ти. То есть колейное число должно быть определенное. Потому что колейное число, оно сильно влияет на работу двигателя, на правильную. Допустим, если вы все правильно сделали, да, и у вас мотор работает правильно, но свечи у вас слишком сильно перегреваются, то может случиться так, что изолятор свечи сильно перегревается, и он практически красный, то есть он слишком сильно перегрет. Он даже не то, чтобы сам очищается, а просто он светится, как свечка. И у вас мотор работает, и выдают искру, должен выдавать именно только там, где предписано, значит, инструкции по двигателю, то есть, допустим, УПС 3.2, через 3.5-3.8 мм. А если свечка перегрета, то она поджигает смесь просто в черте где. И получается, что детонация, даже не детонация, а просто поджигание смеси просто дикое. Или слишком рано, или слишком поздно, но обычно слишком рано. А если еще взять во внимание, что бензин говенный, он и так-то может просто от перегрева какого-то взрываться, если октановое число хленовое, то будет просто как зря. То есть, свечи хотя бы, надо какие-то стоять правильные. То есть, коленое число 23. Если у вас таких нет, ищите аналоги. Допустим, вы нашли аналог, а у него, допустим, длинный изолятор, то подкладывайте в тулочки, чтобы свеча сидела правильно, чтобы не сильно выпиралась, вылезала в камеру сгорания, иначе печаль будет. Вот, вот такие дела, короче, тут. Да иди, жопа, ты еще скрипишь на меня. Что непонятного? Молчи, сволочь. Ладно, я думаю, уже все на этом, хорошо, ты и так болтаю уже, не в свою память. Вот, парень, правильно, видите, тачки-колодки тормозные, на Живуля, задние. Их, молодежь. Все, договорился уже, всем пока, берегите себя, с вами были Придонки. До встречи! Продолжение следует...